я вас приветствую на канале стройбит сегодняшнем видео мы будем я постараюсь ответить на вопрос можно ли можно ли размножить павловни в домашних условиях вот сегодня мы увидим результаты моих экспериментов первый эксперимент размножения пасынками у меня не получился они засохли и в общем сначала вроде бы проросли ну потом в итоге засохли так теперь я был попробовал взял полтора годичный полтора годичное дерево павловни и извлек из него корни и посадил их в емкости и посадил именно само дерево еще сам ствол дерева тоже вложил в баночку с терсой и сейчас мы посмотрим именно результаты что что получилось вот за за три недели как я посадил и сейчас будем смотреть результаты так вот сейчас будем смотреть именно ствол ствол дерева туши я сажал там терса водичка чуть удобрения добавляю для питания и вот какие парост и пошли вот один и и второй тоже стволик пророс вот так идем дальше дерево именно то дерево с которого я брал корни вот каком она сейчас состоянии она пустила аж 55 панов вот видно хорошо вот какие параны хорошие я хочу оставить только три а те самые слабые я думаю что в дальнейшем от а план обломлю так и вот именно сами корни я рассадил вот в такие игла чеки и именно внизу под ними также там лежат такой длинные корни просто на дня этого тазика засыпанный землей я сегодня хочу еще сверху сверху никаких ростков нету я сегодня хочу вот взять 11 кстати а вот смотрите как разве паросток пошел вот как раз под под этим чиночком этим коробочком и вот они пошли с корня отростки маленькие но есть сейчас мы вскроем один саженец и посмотрим что там происходит с ним что он собирается жить или же совсем будет пропадать где он там есть вот он вот он где и что мы видим и мы видим на нем вот отросток вот отросток мы видим на нем вот один отросток вот отросток вот корня пошли вот корня о но он оживает недельки через две должен вылезти полностью так что мы его прячем обратно прячем обратно и пусть будем ждать пару неделек я думаю он вырастет и будет меня радовать уже высошенном на огороде все мы его назад упаковали и возвращаем обратно на их место дислокации где они у меня постоянной прорастают на грубке где тепло еще их еще их накрываю агроволокном чтобы они были как как в парничке чтобы не уходила влага им было там уютно и тепло эти так стоят просто тоже вот на тепленьком вы не подумайте грубо она сильно не топит она по маленьку там просто тепло там не горячо она не нагревается до горячего состояния для полива я использую обычную воду и удобрение буквально вот набираю пол литра воды и до щепоточку удобрения удобрения обычные те что используют для выращивания зерновых бросил поколотил и лью прям на растение ничего такого сверхъестественного не придумываю все так по кустарному рассказать полонию я посадил в прошлом прошлой весной так посадил я 50 штук 50 деревьев себя на народе выделил небольшой участочек у меня участок засаженный люцерной для кролика и вот именно по этой люцерне я посадил 50 кустов 50 деревьев павловни и и 20 кустов голубики тоже посмотрим как она будет в нашем регионе у нас север украины довольно прохладно холодно можно сказать даже и вот весной были посажены эти саженцы и буквально через это мы их садили 15 мая и буквально через пять дней ударил небольшой мороз и почти половина саженцев у меня замерзла а остальное тоже примерзла остальная другая половина и тоже болела и в итоге выжила только 20-22 дерево вот из-за чего я и стал делать эксперименты насчет выращивания потому что опять покупать саженцы как-то не камильфо хотелось бы вырастить свои попробовать в дальнейшем посмотрим как как что возможно и и будем больше выращивать может еще где-то возьмем землю и будем высаживать это такое дело так ну вроде на огород сейчас пойдем я покажу день и растут вот такой у нас огород 18 соток всех но под картошку мы немного оставили вот 10 соток здесь клубнику посадили новые сорта 1 растет целый год родит вот целый год была клубника дети очень рады так такому сорту клубники а вот люцерна сажена и у по ней я посадил два ряда по вовне вот 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 так вот атака технике видно вот они ряды вот так я вообще их надо было весной конечно обрезать ну да еще еще подрежу под самый корешок технический срез сделали а это просто я брал для эксперимента хотел вырастить и именно из ствола дерево ничего не получается потому пришлось одним одно дерево выкопать самое лучшее выбрал его выкопал и из него взял посадок посадок посадочный материал него ну вот такие почему они такие маленькие они замерзли весной они замерзли полностью по отмерзали и это уже новое покадок ростки пошли и вот только те что не успели до сентября вырасти а в октябре опять ударил мороз и опять от морозил и ну вот это нету замерзла вот есть здесь обратно нету здесь вот вот какое в диаметре два сантиметра всего этом тоже где-то два сантиметра высотой не были были около метра было только одно то что я выкопал здесь нету вот здесь оно росло в самом самом конце огорода вот здесь оно росло но оно было в мой рост метр восемьдесят листья были в диаметре по 30 сантиметров довольно большие листья кстати я давал пробовал давать кроликам едят едят они листья павловные так что как вырастут будут будут кроликам давать тебе нет как как рассказывает павловня самое быстрорастущее дерево на земле на данный момент выведена нету ничего вот так то вот сейчас как смотреть вот по по-крайнему по-крайнему ряду очень много павловни и замерзла а вот по по этому дальнему ряду ну быть процентов 70 выжила а здесь наоборот процентов 70 замерзла чё так не знаю ну вот такие поставались небольшие здесь совсем маленькая ну надеемся что они перезимуют и весной пойдут в рост а кстати говорил голубики вот они тоже ряд ряд вот здесь посажен голубики а тоже еще маленькая мы его посадили вот только в октябре месяце даже в конце октября мы будем надеяться это им по два с половиной года уже этим кустиком и на следующий год уже должны дать плоды хочется попробовать на рынке на рынке купил и горстку я буквально буквально горсточку получилось на 100 гривен я был в шоке ну вкусный ягода вкусная очень пока полезная от сахарного диабета она хорошо помогает диабетикам рекомендует эту ягоду вот такие вот такие у нас деревья выросли теперь мы их размножим посадим там где где деревья пропали на на их место посадим новые уже нами выращены надеемся они будут живучий что ли куда же у нас выращены как-никак уже в нашем климате выросли у нас холодный климат все равно ось осень ранняя весна весна поздняя летом только жарко ну вот так вот ставьте лайки подписывайтесь ставьте лайки подписывайтесь на канал рекомендуйте может у вас есть какой свой способ как вырастить быстрее и эффективнее подсказывайте будем экспериментировать пишите комментарии в общем так все пока до встречи